Так, еще забыл рассказать о распиловке, как на него распиливать. Ставится вот такой стол металлический. Так, вот такой вот стол широкий для распиловки. Вот здесь фиксируется болтиками. Раз, два, но не все так, здесь сделано аккуратно, потому что еще для болтиков места не совпадают, вот это отверстие не совпадает с резьбой. Здесь и здесь, вот так вот, никак нельзя зафиксировать, именно на четыре болта, как положено, только на два болта фиксируется. Так, еще одно. Сам прорезь под пильный диск очень был впротык самим зубьям пилы. И изначально у меня, я на это не обратил внимания, поставил диск, все, и при распиловке немного, видно, диск повело, или что, он прямо зацепил эту станцию. И пришлось мне болгаркой, и вот здесь немного такой сделать пропил. А здесь вроде более-менее нормально так. Так, ну, вот диск у меня стоит родной, потому что шел в комплекте. Многие пишут в ютубе, что он очень плохой, не пилит ничего. Это все из-за того, что он с завода идет без развода и заточки. Если его хорошо отучить, развести зубья, он вполне хорошо работает. У меня здесь еще диск покупал с победитовой напайкой, но распиливал доски, и у меня там попали гвозди. И мозг одея его очень затупило. На австрии его, как-то, я не знаю, очень тяжело. Там очень крепкая сталь, или не знаю, как оно там называется правильно. Ну вот, я его наточил все, развел зубья, развод сделал. Вот, даже видно на камеру, что зубья развод такой. И сегодня распиливал полностью вот этот, такой брус деревянный. Вот, вот так его полностью распиливал, и ничего не дымит, не зажимает, не останавливается и не глухнет. Вполне идет хорошо. Так, значит, до этого проблем нет. Место ловка идет в комплекте для распиловки. А до этого он ставит, а до этого сюда вот так. Вот, вот, вот ставится. Вот такие вот, к нему идут крепления. Ну, я его не буду сейчас его снимать, он сюда укрепится. Вот так вот, фиксируется, и возможную ширину выставляется. Ну, я попроще сделал, чтобы этим всем заниматься. Установил вот такой, с дерева. Тут у меня специально, вот такой, для всяких видов работ. Так, такой вот, в упору. А если надо там немного пилить, я вот ставлю, вот так вот, уже регулирую высоту. Вот это мы высоту регулируем, вот это здесь, и вот среды высоту у меня есть. Я тут примерно так выставляю, что можем в любую глубину сделать пропила. Так, вот это надо рассказывать отдельно уже как-то там, вот так. Вот, что хотел рассказать, то рассказал. Сюда еще цепляется вот эта защита. Вот, вот так у нас сюда цепляется все, чтобы по технике безопасности сюда ничего не попало. Ну, в принципе, все я рассказал. В принципе, станок неплохой. Так, конечно, непрофессионального уровня, но для начинающего, столяра, так сказать, или просто для себя по хозяйству вполне пригодный. Со всеми минусами и плюсами. Так, хотел покупать. Сначала смотрел два варианта. Был какой-то там китайский станок. Тогда немного он дороже стало до этого. Но там мне одно не устроило. Вот там 10 сантиметров ширина ножа идет строгального. А тут 20 сантиметров, намного больше. Ну, конечно, там станина более получше будет. Ну, в принципе, здесь тоже станина ходи. Такая очень, ну, извините, ну, не очень ровная все. Ну, ничего, ну, так все же можно и работать. Еще ставится на стол удлинитель. Если доски такие длиннее строгать, то вот это цепляется сюда вот так. И крепится, и то удлиняется вот так вот. Сделано, в принципе, неплохо строгать. Конечно, большие доски здесь ровно не получится из-за некоторых особенностей. Ну, это практически любой станок фуговочный. Это не рейсмус так. Правда, можно, но ровности, такой, как на рейсмусе, конечно, уже не добьюсь. Не именно на только на таком, но и на более таких профессиональных станках. Все надо делать рейсмусом, чтобы толщина была одинаковая и ровная. Так, ну, вот и все. Что хотел сказать, я рассказал.